Привет, народ! Добро пожаловать на мои такие супер-посиделки! Сегодня вечером, как только я приеду домой, сейчас у меня половина одиннадцатого. Как только приеду домой, я, конечно же, сделаю полноценный обзор. Если вы кто-то новенький, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Можете проверить, как я делал это по предыдущим сезонам. На случай, если вдруг вы, ребята, плохо понимаете английский и не нашли русского перевода, я сейчас вам прочитаю, кто какую реплику говорит. В самом начале Ария, она говорит, я знаю смерть, у нее много лиц, я хочу увидеть и это. Но, тем не менее, нам показаны кадры, как Ария в страхе от кого-то убегает. Кто смог перепугать девочку? Моя ставка, скорее всего, будет на кого-нибудь из мертвецов из Крипты, кто-нибудь из Старков, может, нам все-таки покажут бессердечную, только в другом варианте, не так, как мы думали. Потом, Бран, все, что ты сделал, привело тебя, где ты сейчас, где тебе и место, домой. Говорит ли он это Джону? Скорее всего, кажется, самым первым разумным решением было бы, если бы он говорил это Джону. Но, может быть, он это все говорит Дайнерис? Посмотрим. Опять-таки, вечером разберем по кадрам каждый момент. Джон, они приближаются, наши враги не устают, не останавливаются, ничего не чувствуют. Ну, как бы он наподобие уже говорил подобную реплику раньше, когда он выступал перед северными лордами. И Джейми завершает в трейлере, говорит следующее. Я обещал сражаться за живых. Я собираюсь сдержать это обещание. Много чего показали, но при всем при этом, все мы ожидали. Мы знали, что золотая компания приближается в Эстерос и везет ее Эурон Грейджой. Да, нам показывают корабли золотой компании. Мы знали, что король ночи движется в Интерфелл. Знали. Знали, что битва будет ночью. Да, знали, потому что снимали, чтобы папарацци ничего не увидели и не стащили. Так что информации как таковой не так уж и много, но вечером, как только приеду домой, я попробую из каждого кадра выжать по максимуму. Все. А на данный момент всего хорошего. Дозорный Твистер говорит пока. Пока.